За более чем два десятилетия правления России Путин прибегал к различным способам удержания власти. Фальсификации, рокировка с Медведевым, также изменения в Конституции. Он и в 2024 году намерен остаться в президентском кресле через формальную процедуру псевдовыборов. Как Путин ранее продлевал свое пребывание во власти, расскажет мой коллега Василий Понасюк. Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Свой пост он получил из рук предшественника. Путин возглавил правительство и после отставки Ельцина исполнял обязанности президента. Уже в первые два президентских срока Путина стало понятно, на смену демократии в Российской Федерации приходит автократия. О президентских выборах 2004 года в ОБСЕ писали, цитируя, принципы необходимые для проведения нормальных демократических выборов не были адекватно отражены в избирательном процессе. То есть выборы в России никогда не были демократическими на самом деле, да и культуры как таковых выборов в России в принципе никогда не было в российской истории. Но тем не менее в тот момент была видимость такого некого либерального вектора развития России и попытки хотя бы немного либерализировать это государство. Принимать участие в выборах 2008 года Путину запрещала Конституция. Тогда он и произвел знаменитую рокировку, поставил вместо себя Дмитрия Медведева, своего давнего соратника и зампреда правительства России. Кстати, наблюдать за этими выборами в ОБСЕ отказались из-за отсутствия честной конкуренции. Вместо себя он поставил на роль президента своего игрушечного медведоса, маленького медведика Дмитрия Анатольевича Медведева, который смотрелся совершенно смешно и позорно в роли президента. Однако, что называется, грел кресло для Путина, чтобы он мог спокойно вернуться в любой момент назад. Медведев предложил увеличить период полномочий российского президента с 4 до 6 лет. Госдума эти правки в Конституцию утвердила. Путин вернул себе пост президента в 2012-м. В этот период экономическая стагнация в стране стала причиной резкого снижения его популярности. Тогда Кремль сделал ставку на имперские амбиции. Россия аннексировала украинский Крым и оккупировала часть территории Луганской и Донецкой областей. Готовиться к выборам 2024 года в Кремле стали заранее. Повторять рокировку не рискнули. Вместо этого, после так называемого голосования на пинках, в 2020 году приняли поправки в Конституции и обнулили сроки действующего президента. Но для поправки серьезно пошатнувшихся рейтингов Путина срочно нужна была маленькая победоносная война. По рецепту российских императоров. Целью стала Украина. Вот только блицкрик провалился и для диктатора возникли дополнительные риски. Теперь режиму нужно укрепляться изнутри. Для этого тоже есть проверенные сценарии ужесточения репрессий. И сейчас мы пришли к тому, что нынешние выборы, они на самом деле проводятся не для выборов. Они проводятся для внутренней пропаганды, чтобы показать, что, ну, смотрите, все стабильно. Кто, если не он? Ну, то есть у них есть вот такой месседж, да, в России, кто, если не Путин, да, вот один из таких паттернов, месседжей, которые они постоянно используют. К псевдовыборам 2024 года Путин подходит с полностью зачищенным информационным пространством и уничтоженной оппозицией. Массовые фальсификации осуществить проще, чем когда-либо. Благодаря технологии электронного голосования для режима военных преступников и международных изгоев остаться у власти жизненно важно. Василий Панасюк для телеканала Freedom. Андрей Сидельников с нами на связи, политик, лидер международного движения. Говорите громче. Андрей, здравствуйте. Рад вам в эфире телеканала Freedom. Да, добрый день. Наверное, тяжело назвать вот эту смену мест Путина и Медведева рокировкой. Все-таки рокировка – это ладья и король. Господина Медведева тяжело назвать фигурой по равнозначной ладье, скорее всего, спившаяся пешка, может быть так. В этом контексте, вы знаете, вот в плане сменений, помните, за, по-моему, где-то полгода, год до, в принципе, того, как Путин сказал, «Жоги, я иду, а кто же, кроме меня, прям как десантник?» Шли разговоры о том, что, возможно, в Кремле, либо даже сам Путин, готовит себе преемника. Такой себе, как Коля Лукашенко-младший, но только для Владимира Владимировича. Теперь я понимаю, госпожа Симоньян, кстати, об этом писала, кто там говорил о наследниках. Вопроса, в принципе, такого даже не стояло. Почему, как вы считаете, не воспользовалась вот этой вот фишкой, картой наследника, где Владимир Владимирович мог бы отдыхать на лаврах царя? Ну, предложение Олега Тинькова, когда это давно уже было, правда, о том, что Путина нужно намазать на царство, да, как-то, в общем-то, не прошло. Он, кстати, почти отказался от этих слов, перекрашившись, когда началась война. Полномасштабное вторжение, даже не война, потому что он прекрасно, и многие другие пособники режима поддерживали аннексию Крыма, войну на Донбассе тогда, в том числе и сегодня перекрашенные так называемые российские олигархи или же просто сотрудничество долгих годов пособники этого режима. Что касается Медведева, конечно, это не рокировка, это, в общем-то, он как был половой тряпкой, так он и остается до сих пор, как правильно сказали, спившийся вообще, просто деградирующий человек. А я вот помню времена, как раз концовка первого, последнего срока Медведева. Я уже проживал много лет в Лондоне, и тогда приезжало в тот момент огромное количество моих знакомых, те, кто работал в российской власти, там, или просто были общественниками. И вот они каждый, причем, не знающие друг друга, рассказывали, как вот сейчас будет второй срок Медведева, как вот сейчас начнется отепель. Я смотрел на них, как баран на новые ворота, и, в принципе, они меня не понимали. Я их не понимал. Я просто говорил, о чем вы вообще говорите? В России уже диктатура, в России уже движется все, в общем-то, в направлении закрытости, воссоздания Советского Союза. И вот этот третий срок Путина, незаконный срок, с которого, в общем-то, наверное, нужно вести отсчет как раз всех деяний, преступлений и пособничества этой власти по сегодняшний день, он, конечно же, дал возможность того, что, в общем-то, Путин останется во власти до смерти. Он не может себе позволить подобную ситуацию, которая была с Медведевым. Даже ближайший его соратник, союзник и, в общем-то, полностью управляемый человек в тот момент Путин тогда испугался, что второй срок у Медведева может отрицательно на нем сыграть. И, в общем-то, наверное, это правда, потому что первый срок всегда там выполняются обязательства, а второй срок обычно считают люди, что это само собой разумеющееся, и предыдущая помощь и лоббирование, оно уже не действительно, и как бы сами во власти закрепляются. Поэтому сегодня Путин действительно не может никого поставить вместо себя, никакую ретировку не сделать, потому что прекрасно понимает, что его сдадут свои же, даже самые ближайшие соратники, и отыграются на нем по полной, вписав себя в историю уже как каких-то лидеров, которые вот якобы боролись с этим страшным Путиным. Поэтому, конечно же, в России выборов нету, все мы прекрасно это понимаем. Сегодня вообще стоит вопрос о том, что те, кто придет на участки голосовать, будут являться как минимум пособниками преступников и будут совершать преступления по легитимации Путина. Он незаконно находится у власти с 2012 года, и сегодня нужно открыто об этом говорить и призывать международное правительство, правительство разных стран о том, чтобы ни в коем случае не признавали вот этот электоральный цикл, который называют выборами в следующем году. Вы в сюжете правильно заметили по поводу голосования по конституции на пеньках, и здесь опять открываются огромные возможности. Уже все срежиссировано, уже написаны проценты и количество пришедших на выборы, и количество полученных долей процентов тем, кто будет написан бюллетенем. Мы даже сегодня еще списка этого не знаем, кто будет спойлерами Путина в этом цирковом представлении так называемых выборов. Но расписаны проценты уже, Ременовская администрация сбрасывает данные в каждый регион. Очень важно на сегодняшний день показать хорошую картинку на Западе, на западных участках, в посольствах Российской Федерации, и уже спущены достаточно большие суммы для представителей так называемой российской оппозиции, которые сегодня пытаются завлечь на будущее псевдовыборы избирателей, людей, живущих за границей. Никогда проживающие за границей не влияли на результаты, но картинка Кремля на сегодняшние дни, когда идет война, очень важна именно эта очередь, создать очереди на участках именно за границей. Потому что в России все понятно, бюджетников собрали, там все нарисовали, электронное голосование никак не проверяется, и уже обработано по московским выборам. Занимался электронным голосованием, в том числе и бывший редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, так он сейчас получил подряд из Кремлевской администрации, для того чтобы призывать людей приходить на выборы через свои ресурсы, через свои связи. Вот такая вот ситуация складывается на сегодняшний день. Но мы прекрасно видим и понимаем, что нет действительно ни выборов, нет никакой конкуренции, все уже расписано, и все, кто выступает против сегодняшней власти, они закатываются, в общем-то, под каток этой власти, сажаются люди, преследуются, и Кремлевская администрация не может позволить себе никаких моментов, чтобы как-то даже показательно сделать какую-то альтернативу. Вот сейчас лепят какую-то либеральную, мы нашли какую-то куклу в администрации, человека без биографии, без имени, без политического какого-то бэкграунда, да вообще без всего, и впаривают либерально людям с либеральными взглядами, вот этот Дунцов, по-моему, фамилия ее, ну, никто и звать никак. Однако, даже российская оппозиция за рубежом сегодня столкнулась с тем, что вот происходят даже какие-то дебаты, дебаты между тем, поддерживает ли вот эту вот непонятную куклу. Я вообще, о каких выборах вообще может идти речь? Ну, о процессе, да, вот так называемых выборов, Памфилова рассказывала, будут иметь россияне три дня, чтобы проголосовать на них, для наших зрителей, да, короткая информация. И коротко вот сейчас скажу, с 15 по 17 марта 2024 года это все можно будет сделать. По словам Памфиловой, такой, это напомню нашим зрителям глава российского центра избиркома, по ее словам, такой формат поддерживает большинство избирателей, где вот, каким образом госпожа Памфилова ознакомилась с мнением большинства избирателей, понятное дело, неясно. Итак, в Кремле ожидают, что явка на выборах превысит 70%, за Путина проголосуют более 75%. Судя по тому, как подают вот этот процесс выбора в самой, ну, выбора в кавычках, естественно, самой кампании и прочее, выглядит, у Путина ведь много ипостасей, да, было за вот эти его сроки президентские. Ныне эта ипостась, как по мне, выглядит таким образом. Путин сильная рука, мудрец, который единственно, возможно, единственный лидер России в нынешнем ее виде, который может ее защитить. Соответственно, может защитить россиян от возможных врагов, от возможных перестановок, от возможных, как любят это слово, российские пропагандисты майданов, то есть революции. На самом ли деле Путин это человек, который ныне держит стабильность в Российской Федерации? Ну, это совершенно, естественно, не так. Бороться с пропагандой, к сожалению, невозможно, вот методами правовыми, скажем так, да, или словом тем же самым. Единственная возможность, наверное, все-таки это отключение коммуникационных устройств, которые находятся на территории Российской Федерации, чтобы, в общем-то, люди немножко встряхнулись от этой пропаганды, да, и просто посмотрели вокруг, как они живут, где и что. По моей информации, кстати, 78% предварительно написали Путину на этих так называемых выборах, то есть уже цифры действительно есть. Озвучивал Песков, озвучивали другие люди. Вот Панфилова только что привели слова. Кстати, между прочим, вчера Международный санкционный комитет, Элу Панфилову и ряд других членов избирательной комиссии поставили свой санкционный розыск, будут добиваться ареста имущества на Западе и вообще запрета на передвижение в нормальные демократические страны. То есть, в общем-то, здесь начинаем работу и по вот этим вот преступникам, которые облачены сегодняшней властью и собираются проводить незаконные выборы президента Российской Федерации. Поэтому здесь идет, в общем-то, работа в разных направлениях. То, что они там заявляют, опять-таки, не имеет никакого значения. Как будут рисовать Путина СМИ в предвыборной гонке, тоже, в общем-то, не имеет никакого значения. Им важно, чтобы вот не было никаких волнений. Они на сегодняшний день исключены. Мы это видим по журнализованным, например, которые не выступают против войны. Да и, в принципе, эту тему обошел Путин в своем вот этом цирковом выступлении на днях. Так что, в общем-то, здесь все предсказуемо. Здесь единственный момент, кто из граждан России, какое количество граждан России согласятся стать преступниками, придя на эти избирательные участки. Вот здесь как раз процент интересен. Я не думаю, что он будет большой. В прогнозе где-то 25% вместе с согнанными бюджетниками. Но все остальное будет рисовать. Так что здесь тоже никаких моментов для удивления не должно быть. Интересно, что часто российские пропагандисты, многие, даже те, которые менее популярны, они говорят о том, что в Украине чуть ли не диктатура. Да, в Украине вот нет демократии, в принципе, неправильные выборы и прочее. Хотя в Украине есть меняемость власти, есть президенты, которые меняют друг друга. В России же с 2000 года лидер один. Опять-таки, мы, наверное, не учитываем господина Медведева как самостоятельный. Ну, естественно, нет. Да, естественно. Тут вот человек, который фестивалил, скажу так, все эти годы, которые его величали президентом России. Как вы, как политик, можете сказать, наверное, каким образом меняется понимание человека, своего народа, своей задачи, в принципе, своей деятельности за столь долгое пребывание у власти? Опять-таки, Путин 2000-х и Путин нынешний, это, скорее всего, по своим задачам и пониманию реальности. Это, наверное, разные все-таки люди? Это разные люди, безусловно. Конечно же, не зря в мире придумана сменяемость власти. Но каким бы хорошим, вообще мы сейчас не про Путина говорим, а, в принципе, про лидера страны, да, каким бы хорошим лидер от страны не был в тот или иной период исторически, если братья в разных странах, так или иначе, необходимо все-таки от власти отказываться самостоятельно, да, и соблюдать демократические процессы, потому что и глаз замыливается, и коррумпированность происходит, так или иначе, окружение примеров в истории очень-очень много, но при всем при этом, опять-таки, сменяемость везде происходила. И уж, конечно же, не российским гражданам или политикам пенять на украинский опыт. Действительно, в Украине были совершенно разные президенты по взглядам, по поведению, по действиям, но все время существовала после развала Советского Союза сменяемость власти. Опять-таки, как бы лидер страны не нравился, он участвует во время предвыборной кампании в состязательном процессе, и так бывает, что и проигрывают люди, которые приносят, ну, не знаю, несут добро и правильные вещи для страны, для граждан. Так или иначе, на свободных выборах всегда есть возможность поменять власть. В России, граждане России, в общем-то, исключены из этого процесса, и действительно, вот с каждым годом путинского режима все больше и больше врастали в эту власть, все больше коррумпировались чиновники и люди, входящие в систему, и мы видим прекрасно, что система очень удачно может переламывать даже людей с совестью, с моралью и с демократическими взглядами. Сегодняшний день в России представлено, конечно, полностью коррумпированной верхушкой, сверху, донизу, по всей вертикали и по всей стране. Так что здесь нет, к сожалению, площадка полностью выжжена, нет ни оппозиции, нет ни, опять-таки, никакой состязательности, есть только близость к тому или иному чиновнику во власти, который вхож в этот бункер, в котором заседает вот этот старейший маразматик, который хочет действительно, видимо, чтобы его вперед ногами вынесли. По-хорошему, конечно же, нужно было в 2008 году заканчивать политическую карьеру прямую и наверняка мог бы сделать много хороших вещей для страны и для мира в целом, если бы вовремя отказался от власти. Сегодня он совершил такое огромное количество преступлений, поэтому прекрасно понимает, что просто так от власти отказаться невозможно, он будет преследуем. Он в любом случае будет преследуем и во время, там, или после своей деятельности, но вот боязнь и страх за свои преступления не дает ему возможность проводить демократические процессы в стране. Так что ожидается, конечно же, полное закручивание гаек и полная действительно диктатура в России до момента уже снесения этого режима. Ну, а после уже будет возмездие для каждого пособника. Здесь уже тоже нужно понимать, что каждый сегодня участвующий вот в этих так называемых выборах будет являться преступником или соучастником преступлений. Андрей, о пособниках, которые близки к Владимировичу, тот же Патрушев Николай Платоныч, он с 99-го года был директором ФСБ, если мне память не изменяет. Ну, то есть, знаком с Путиным, больше 20 лет так точно, давайте так. Лично, естественно, Патрушева называют одним из наиболее приближенных к телу, как говорится. По вашему мнению, выборы, мне так кажется, наверное, так уже сложилась ситуация, это ведь тоже возможность показать элитам и Патрушеву, наверное, в том числе, свою поддержку среди населения. Ну, какой бы она ни была рисованной, да, но тем не менее. Условно, без меня нет и вас. Недавно просто в ЦИОМ днями вышел с опросом, с деталями опросов очередных. Я цитирую, Путину доверяют 79,3% россиян, одобряют деятельность президента, 76% граждан Российской Федерации, вот говорят, социологи. Чем не показатель для элит, которые, возможно, вследствие войны полномасштабной против Украины, изменений, которые есть в России, могли отвернуться от лидера? Ну, смотрите, во-первых, все в России прекрасно понимают, уж те, кто находится во власти, что все это рисованные цифры и ничего там общего с реальностью это не имеет. Люди, как в глубинке, так и на верхушке российской власти, находятся в состоянии страха. Страха именно потому, что те, кто давно в системе, они боятся отлучения от кормушки и тем более, в общем-то, отбирания тех новорованных средств, которые у них, те же, кто не в крошь был в российскую власть, стремятся попасть туда. Но, опять-таки, боятся совершительные действия, которые их в, скажем так, фриминальный мир унесет. Но, действительно, самостоятельных фигур сегодня нет. И площадка вытащена. И, по-моему, вот я не помню, по-моему, все-таки это был Патрушев, тогда, когда Путин назначал и объявлял войну, который мялся там на этом вот собрании и не присягнул тут же же, тут же, как оловянный солдатик. Он как-то сомневался, по-моему, в принятии вот этого решения начать военное вторжение в Украину. Ну, я могу ошибаться, может быть, это действительно было не Патрушев, а кто-то другой. Но, так или иначе, Путину сегодня никто не может указать на двери и диктовать условия. И если, опять-таки, мы на сегодняшний день тоже не знаем, сколько Путиных там вообще вращается, мы видим прекрасно двойников, и где находится реальный, и кто из них вообще реальный Путин, тот, который пришел к власти на взрывах домов в 99-м году, мы действительно сказать не можем. Поэтому вот если куклы управлять можно, то тогда Патрушев один из действительно действующих главных лиц. Если же реальный Путин жив, и он, естественно, тогда принимает часть решений, то здесь уже нельзя говорить, что Патрушев как-то может сыграть какую-то роль, потому что нету объединенных никаких сил, друг другу в Кремле никто не доверяет, и каждый боится предательства и не усидеть вот на том кресле, где он находится. А это кресло на сегодняшний день позволяет, во-первых, как бы сохранить жизнь, во-вторых, сохранить те новоровные активы в больших количествах, это все-таки исчисляется миллиардами долларов у каждого из верхушки власти, то, соответственно, как бы здесь доверия действительно никому нету, и договориться выступить каким-то единым фронтом и создать какую-то альтернативу, даже если это будет альтернатива правильная отчасти, потому что им нужно как-то обелять себя, Путин их сделал всех военными преступниками, они просто не в состоянии и не могут. Так что здесь каких-то сюрпризов ожидать в ближайшее будущем, наверное, не стоит. Мы получим результат, который запрограммирован и расписан в администрации президента. Так что здесь только вот можно уповать на мнение международного сообщества и непризнание в целом демократическими странами. Странами, опять-таки, мы сейчас говорим в первую очередь о коалиции Рамштайн-союзниках Украины, которые просто не признают, не будут взаимодействовать, и в дальнейшем после этого могут начаться действительно уже правовые, там, уголовные процессы и дела. И Россия после этого, после 17 марта 2024 года, ну, я считаю, обязана членство России быть пристановлено как минимум во всех международных организациях до момента подписания капитуляции со стороны Российской Федерации. Надеемся, да, Ваши месседжи... Это малое, что можно сделать. Будут реализовываться, по крайней мере, дойдут в нужные уши, хотя я уверен, что украинская власть об этом и за закрытыми дверями, и, в принципе, так об этом постоянно говорит президент Украины, представитель Офиса президента других органов власти Украины. В конце, мы с вами говорили о наследнике, по примеру других государств бывшего Советского Союза есть такие примеры, к сожалению, автократов часто передают. Да, я имею в виду достаточное количество государств. Тот же Гурбангулы Берды Мухамедов передавал власть своему сыну в 2022 году. Эмамали Рахмон и прочие-прочие ситуации с господином Назарбаевым. Наследники, которые, в принципе, не то чтобы не будут задавать вопросов. Наследники, вместе с которыми ты сможешь почивать на лаврах и лбасы. Да простят меня граждане Казахстана за использование этого важного для казахов слова. Ну, то есть, напомню, что после обнуления Путин может работать президентом России до 2036 года, получается, так. Да это, опять-таки, это все незаконно. Незаконно. Мы не учитываем, Андрей, этот факт, это, в принципе, незаконно. Но просто... А, вот, вот, вот о чем я. Владычицы морской себя ощущают, и дальше что? Ну, тут возникает, Андрей, важно, тут возникает вообще, в принципе, вопрос о том, что я могу отдать бразды правления условно, сейчас говорю, Патрушеву, сыну Патрушева, да все равно кому. Главное, меня не трогайте, ребят, я свою работу сделал. Нет, не сработает. Сейчас не сработает. Был уже момент, опять-таки, ну, нужно вспомнить время последние, там, последние полгода, когда вот эта половая тряпка в лице Медведева сидела на кресле президента России. Тогда уже в обществе как раз шли разговоры о каких-то вот этих новых вещах, об оттепеле, о всем остальном. И элита потихонечку начала тогда как-то перетекать вокруг, формироваться вокруг Медведева. Не может Путин позволить себе подобные вещи. Он уже проэкспериментировал. Эксперимент был для него неудачный. И, собственно говоря, поэтому тогда такую обратную рокировку и произвели. Именно потому, что Путин опасался, и, видимо, правильно опасался, что его просто во втором стройке Медведева условно сожрут просто. И все беды повесят на него. А он же хотел, да и, наверное, сейчас хочет остаться в истории. Ну, это уже, конечно, невозможно, но он так видит это все. Остаться в истории правителем номер один в России, который принес добро. Но, к сожалению, он уже в историю записывается как самый главный разрушитель страны. И тот человек, который загубил огромное количество, миллионы жизней. Не только российских граждан, но и уже многие десятки тысяч граждан других стран. Андрей, спасибо вам за анализ. Дополню, что, наверное, когда Владимир Путин перестанет быть президентом России, когда станет в России демократическая оппозиция, которая ныне есть, придет к власти, возможно, это будет примером для других стран, где сохраняются полуавтократические, либо в целом автократические режимы, я имею в виду в контексте и преемственности власти, передачи ее, демократичности выборов и прочее, прочее. Спасибо вам огромное, Андрей. Всегда вам рады в эфире Freedom. Андрей Сетельников, напомню, был с нами на связи. Политик, лидер международного движения, говорите громче.